Что такое ДСААФ, каждый из сидящих в зале хотя бы немного, но услышал в основном по рассказам родителей. В Приднестровье добровольное общество содействия армии, авиации и флоту возродили не так давно, в начале года. Один из учредителей ДСААФ – Днестровско-Прутский филиал РИСИ. В России и на всем большом пространстве русского мира, на большей части постсоветского пространства возрождается не советская идеология, не советское прошлое. А люди пытаются вернуть и реставрировать то лучшее, что было в советское время. Советский Союз славился своими традициями нравственного, патриотического и спортивного воспитания молодежи. Студентам рассказали, ДСААФ сегодня – это ряд военно-прикладных дисциплин, среди которых стрельба из оружия, метание гранат, ориентирование на местности и многое другое. Кроме того, занятия различными видами единоборств и школа экстремального вождения. Последние два пункта очень заинтересовали мужскую половину зала. Сегодня понравилось тем, что информативно все достаточно понятно объяснили, причем было интересно то, что предложили очень отличные такие сферы, где мы можем себя проявить. Записаться в ряды общества можно в любое время, никаких ограничений по срокам нет. А вот презентация ДСААФ в Приднестровье пройдет 21-22 июня на слете в лагере Санитатя. В нем примут участие гости из России, среди которых будет председатель Российского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту генерал Сергей Маев. Сюзанна Авакян, Станислав Стоянов и Салават Шейхулисламов. Первый Приднестровский телеканал.